здравствуйте товарищи слушатели сегодня мы вашего внимания хотим предложить работу владимир ильича ленина привет венгерским рабочим эта работа была написана 27 мая 1919 года почему связи с чем она была написана почему она так названа я хочу предварительно прежде чем ознакомить с тем содержанием этой работы которую хочу предложить вашего внимания я хочу дать небольшую историческую справку почему и для чего так была написана такая эта работа связь с этим что хочу сказать что в условиях поражения австро-венгрии в первой мировой войне вы знаете что она закончилась ноябре 18 года уже 30 31 октября 1918 года Будапеште вспыхнуло народное восстание то есть народ восстал против событий которые были вызваны первой мировой войной революция это не встретила сопротивления со стороны действующего правительства и была создана временное правительство еврей то есть старое правительство австро-венгрии пала а вред было создано временное кресло-венгрии при чем это правительство было социал-демократически сложение из обстановки важную роль сыграли в 5 стомах и революционный важным Paper Day Прибывшие из России коммунисты из числа репатруированных военнопленных. И в результате уже 24 ноября 1918 года была создана коммунистическая партия Венгрии во главе с Белой Куном. Перед ней стояла задача привлечь на свою сторону рабочих. И уже в феврале 1919 года партия насчитывала от 30 до 40 тысяч членов. То есть успешно справились коммунисты с этой задачей. Далее. Катастрофическая ситуация в стране вынудила правительство социал-демократов обратиться за помощью к коммунистам. То есть коммунисты стали играть серьезную роль в стране, потому что партия стала настолько, видите, уже серьезной. И уже 21 марта была создана Венгерская Советская Республика. То есть 21 марта произошла социалистическая революция, можно сказать, в Венгрии. И была создана Венгерская Советская Республика. Реальными лидерами в новом правительстве стали уже коммунисты. И конкретно это народный комиссар иностранных дел Белла Кун и заместитель народного комиссара по военным делам Тибор Самуэли. То есть коммунисты стали играть решающую роль в этом правительстве Венгерской Советской Республики. В результате уже в середине апреля 19-го года Антанта, конечно, спохватилась, что там тоже, как и в России, произошла революция. И подготовила интервенцию против советской Венгрии. На острие копья были направлены румыны, которые имели территориальные претензии к Венгрии. То есть Антанта подталкивала их на то, чтобы подавить советскую Венгрию. В этих условиях венгерское правительство смогло создать отряды Красной Армии. Причем довольно внушительные. Эти отряды в своем составе имели примерно до 98 батальонов. Внушительная армия была создана. И 29-го мая эта Красная Армия очистила от Чехов часть Словакии. А от Румын Закарпатья эта Красная Армия смогла очистить. И в результате 16-го июня была провозглашена Словацкая Советская Республика. То есть развивалась революция как бы шире. И вот в этих условиях, что в мае уже было создано успешное, прошли наступления. И в общем-то окрепла советская власть в Венгрии. Вот этот Тибор Самуэль, заместитель народного комиссара по военным делам, прибыл в Москву на совещание, на встречу с Владимиром Ильичем Лениным. И вот он приехал туда 27-го мая, как раз к тому времени, когда была очищена Словакия и Закарпатья. И они провели обмен мнением по сложившейся ситуации. И для того, чтобы свой привет передать революции венгерской и венгерским рабочим, Владимир Ильич и написал 27-го мая вот эту статью. Вот некоторые выдержки из этой статьи я хочу до вас и довести. Начинает он с такой мысли, что всего два с небольшим месяцев существует советская власть в Венгрии. То есть 21-го марта была провозглашена Советская Республика, а 27-го марта была встреча. И всего два с небольшим месяцев существует советская власть, а в смысле организованности венгерский пролетариат, видимо, уже обогнал нас. Он имеет в виду Советскую Россию. И далее он говорит следующее. Большинство социалистических вождей в Европе, как социал-шовинистского, так и каускианского направления, так погрязло в предрассудках чисто мещанских, воспитанных десятилетиями сравнительно мирного капитализма и буржуазного парламентаризма, что понять советские власти и диктатуры пролетариата они не могут. То есть он разъясняет венгерским рабочим, что надеется, что кауски, там, шейдеманы и так далее поймут смысл советской власти в Венгрии, не стоит. И продолжая. Пролетариат не в состоянии совершить своей всемирной исторической освободительной миссии, не устраняя со своей дороги этих вождей, не удаляя их прочь. Эти люди верили целиком или наполовину буржуазной лжи про советскую власть в России и не сумели отличить сущности новой пролетарской демократии, демократии для трудящихся, демократии социалистической, воплощенной в советской власти, от буржуазной демократии, перед которой они рабски преклоняются, называя ее чистой демократией или демократией вообще. Эти слепые, забитые буржуазными предрассудками, люди не поняли всемирно-исторического поворота от буржуазной к пролетарской демократии, от буржуазной к пролетарской диктатуре. Вот так разъясняет венгерским работам суть пролетарской диктатуры. И далее он говорит, что венгерская пролетарская революция помогает даже слепцам прозреть. Сущность советской власти выступает теперь тем яснее. Никакая иная власть, поддерживаемая трудящимися и пролетариатом во главе их, теперь невозможной нигде в мире, кроме как советская власть, кроме как диктатура пролетариата. То есть советская власть есть в форме диктатуры пролетариата, говорит Ленин. И развивая мысль о диктатуре пролетариата, он говорит, что эта диктатура предполагает применение беспощадно сурового, быстрого и решительного насилия для подавления сопротивления эксплуататоров, капиталистов, помещиков и их прихвостней. Кто не понял этого, тот не революционер. Того надо убрать с поста вождей или советчиков пролетариата. Но не в одном насилии сущность пролетарской диктатуры и не главным образом насилия. То есть сущность диктатуры пролетариата не только в насилии и не главным образом насилия, говорит Ленин. Главная сущность ее в организованности и дисциплинированности передового отряда трудящихся, их авангарда, их единственного руководителя пролетариата. Его цель создать социализм, уничтожить деление общества на классы, сделать всех членов общества трудящимися, отнять почву всякой эксплуатации человека человеком. Эту цель нельзя осуществить сразу. Она требует довольно продолжительного переходного периода от капитализма к социализму. И потому, что переорганизация производства вещь трудная, и потому, что нужно время для коренных перемен во всех областях жизни, и потому, что громадная сила привычки к мелкобуржуазному и буржуазному хозяйничению может быть преодолена лишь в долгой упорной борьбе. Поэтому Маркс и говорит о целом периоде диктатуры пролетариата, как периоде перехода от капитализма к социализму. В течение всего этого переходного времени сопротивление перевороту будут оказывать и капиталисты, а равно их многочисленные приспешники из буржуазной интеллигенции, сопротивляющиеся сознательно, и громадная масса слишком забитых мелкобуржуазными привычками и традициями трудящихся, христиан в том числе сопротивляющихся, сплошь дорядом бессознательного. То есть сопротивление, несмотря на то, что власть, как говорится, советская свергнет эксплуатацию капиталистов, тем не менее сопротивление будет продолжаться либо сознательно со стороны капиталистов и их приспешников из интеллигенции буржуазной, либо бессознательно от мелкобуржуазии, говорит Владимир Ильич. И колебания в этих слоях, особенно от мелкобуржуазных, конечно, неизбежно, говорит Ленин. Крестьянин, как труженик, тянет к социализму, предпочитает диктатуру рабочих, диктатуре буржуазии. Крестьянин же, как продавец хлеба, тянет к буржуазии, к свободной торговле, то есть назад, к привычному старому исконному капитализму. То есть двоякое положение мелкой буржуазии, прежде всего, христианство занимает в современном обществе, говорит Ленин. Поэтому, говорит Владимир Ильич, нужна диктатура пролетариата, власть одного класса, сила его организованности и дисциплинированности, его централизованная мощь, опирающаяся на все завоевания культуры, науки, техники капитализма, его пролетарская близость к психологии всякого трудящегося, его авторитет перед распыленным, менее развитым, менее твердым в политике трудящимся человеком из деревни, или из мелкого производства, чтобы пролетариат мог вести за собой христианство, и все мелкобуржуазные слои вообще. Тут фразерство о демократии вообще, то есть он опять же возвращается к аускеанству и швидеманам, то есть фразерство о демократии вообще, о единстве или о единстве трудовой демократии, о равенстве всех людей труда и так далее и тому подобное, этим фразерством, на которое так склонны омещанившиеся социал-шовинисты и кауцкианцы, фразерством делу не поможешь. Фразерство только засоряет глаза, ослепляет сознание, укрепляет старую тупость, косность, рутину капитализма, парламентаризма, буржуазной демократии. Далее Владимир Ильич переходит к такой мысли, что социализм должен решить вопрос уничтожения классов и говорит, «Уничтожение классов – дело долгой, трудной, упорной классовой борьбы, которая после свержения власти капитала, после разрушения буржуазного государства, после установления диктатуры пролетариата не исчезает, как воображают пошлики старого социализма и старой социал-демократии, говорит Ленин, а только меняет свои формы, становясь во многих отношениях его еще ожесточеннее». То есть, несмотря на то, что, говорит Владимир Ильич, пролетариат свергнет власть буржуазной и установит свою диктатуру, диктатуру для большинства трудящегося, тем не менее, сопротивление будет продолжаться и может быть еще ожесточеннее, чем во время совершения революции. Вот эту мысль часто говорят, что проводил Сталин, ему приписывают эту мысль, что в период социализма будет еще ожесточаться сопротивление буржуазии. Но, как видите, и Владимир Ильич об этом тоже предостерегает рабочих. И далее он говорит, «Классовой борьбой против сопротивления буржуазии, против косности, рутины, нерешительности, колебаний мелкой буржуазии должен пролетариат отстоять свою власть, укрепить свое организующее влияние, добиться нейтрализации тех слоев, которые боятся отойти от буржуазии и идут слишком не твердо за пролетариатом закрепить новую дисциплину, товарищескую дисциплину трудящихся, их прочную связь с пролетариатом, их объединенность вокруг пролетариата, эту новую дисциплину, новую основу общественной связи на место крепостнической дисциплины средние века, на место дисциплины голода, дисциплины вольнонаемного рабства при капитализме». То есть новая дисциплина должна быть установлена пролетариатом. И чтобы уничтожить классы, говорит Ленин, нужен период диктатуры одного класса, именно того из угнетенных классов, который способен не только свергнуть эксплуатацию, не только подавить беспощадно их сопротивление, но и порвать идейно со всей буржуазно-демократической идеологией, со всем мещанским фразерством насчет свободы и равенства вообще. Вот что нужно, чтобы уничтожить классы. Но это еще не все, говорит Ленин. Мало того, только тот из угнетенных классов способен своей диктатурой уничтожить классы, который обучен, объединен, воспитан, закален десятилетиями статичной и политической борьбы с капиталом. Только тот класс, который усвоил себе всю городскую, промышленную, крупнокапиталистическую культуру, имеет решимость и способность отстоять ее, сохранить и развивать дальше все ее завоевания, сделать их доступными всему народу, всем трудящимся. Только тот класс, который сумеет вынести все тяжести, испытания, невзгоды, великие жертвы, неизбежно возлагаемые истории на того, кто рвет с прошлого и смело пробивает себе дорогу к новому будущему. Только тот класс, в котором лучшие люди полны ненависти и презрения ко всему мещанскому и филистерскому, к этим качествам, которые так процветают в мелкой буржуазии, у мелких служащих и у интеллигенции. Только тот класс, который проделал закаляющую школу труда и умеет внушать уважение к своей трудоспособности всякому трудящемуся, всякому честному человеку. Ну, то есть, о чем здесь говорит Владимир Владимирович? О том, что такой класс, это только пролетариат, который закален десятилетиями борьбы с капиталом. Поэтому, для того, чтобы прийти к социалистической эволюции, прийти к установлению диктатуры основной массы трудящихся, нужно, чтобы пролетариат получил опыт в борьбе с капиталом. Чего, конечно, современному пролетариату не во всех странах достаточно, особенно в нашей стране. Ну, и завершает эту статью Владимир Владимирович Ленин такими словами. Товарищи венгерские рабочие, вы дали миру еще лучший образец, чем Советская Россия, тем, что сумели сразу объединить на платформе настоящие пролетарские диктатуры всех социалистов. Вам предстоит теперь благодарнейшая и труднейшая задача устоять в тяжелой войне против Антанты. Будьте тверды, если проявится колебание среди социалистов, вчера привкнувших к вам к диктатуре пролетариата или среди мелкой буржуазии, подавляйте колебания беспощадно. Будьте тверды, победа будет за вами. Вот такими словами заключает эту статью Владимир Владимирович. Но исторически, как вы знаете, сложилось так, что устоять против Антанты, к сожалению, венгерской Советской Республике не удалось. Потому что, как Антанта, когда увидела, что венгерская Советская Республика развивает свои успехи, установила советскую власть в Словакии, освободила Закарпатье, то в результате Антанта на помощь чехам и румынам направила три французские дивизии. То есть, не только чехи и румыны сопротивлялись Красной Армии в Венгерской Советской Республике, но еще три французские дивизии направили. И начиная с 30 июня Красная Армия в Венгрии начала отвод своих войск с завоеванных позиций, что, конечно, тут же привело к падению Словацкой Советской Республики. То есть, она просуществовала всего чуть меньше двух недель, такая Словацкая Советская Республика. В результате этих действий инициатива перешла к румынским и французским войскам. Фронт рушился, в тылу начались выступления противников революции. И 1 августа 19-го года советское правительство Венгрии подало в отставку. Вынуждено было подать в отставку. И уже 6 августа к власти пришло правительство во главе с адмиралом Хорти. Вы знаете, к чему это привело? К тому, что в Венгрии установился фашистский режим под руководством этого адмирала Хорти. Вот то, что я хотел довести до вашего сведения. Пожалуйста, если кого-то есть история, это Венгерская Советская Республика кого-то интересует более подробно. Вот в газете «Правда» за 22 марта этого года была опубликована статья, которую назвали «По стопам Великого Октября». Здесь более подробно описано в этой статье, что же происходило в Венгрии в 19-м году. Более подробно, кто хочет ознакомиться, можете почитать, если доступны для вас. Пожалуйста, что нужно уточнить? Есть вопросы. Ну, наверное, первый комментарий будет о том, что у нас очередной пример того, что после того, как советская власть рушится и прекращается существование, наступает реакция и в власти нередко приходят вшиты. То есть, исторических примеров таких было много, и стоит ли удивляться сегодняшним последствиям? Да. Когда у нас стране, точнее, в республиках бывшего Светского Союза произошло то же самое. С Владимиром еще, наверное, не поспоришь никак, он во всем прав. Но, вот, хотелось бы, опять же, наверное, сказать, это, наверное, будет вопрос. Почему современные люди, организации, партии, блогеры, которые причисляют себя к левому коммунистическому движению, к марксистам, всякие организации, почему они, собственно, не рассказывают то же самое, что перечислено в этой работе? Почему никто не объясняет, что такое Совет? Почему никто не объясняет, что такое демократия советская? Почему спустя более ста лет эти вопросы до сих пор задаются и остаются без ответа? Ну, потому что, видимо, здесь нужно можно сказать, что переход от капитализма устаревшего общества к более современному обществу, которое называется социализм, и итоги которого должен быть построен коммунизм, это все происходит так, что капитализм сопротивляется, буржуазия сопротивляется, и поэтому всех, как вы говорите, блогеров и так далее, они также прислужники, как вы говорили тут об интеллигенции, а не об буржуазной интеллигенции, все это, как правило, буржуазная интеллигенция, далекая от коренных интересов рабочего класса. А в чем заключаются коренные интересы рабочего класса? в том, что тот, кто трудится, тот и должен распределять результаты труда, и должен ими пользоваться, а не тот, кто присваивает себе эти результаты чужого труда, и наживается на этих результатах. вот тут в чем причина-то состоит. Поэтому для того, для того, чтобы не все же так себя ведут, как вы говорите, блогеры, которые не могут, они не хотят, они вроде, их можно назвать потомками, вот этих каловских и шейдеманах, о которых постоянно твердит Ленин во многих работах. То есть это тоже оппортунизм и ревизионизм. Это далекие, люди далекие от научного понимания марксизма. Вот в чем тут беда, я полагаю. Просто смотрите, Владимир Ильич, уже когда советская власть установилась, он не жалел сил времени, писал, объяснял, что такое советская власть, советская демократия, и что такое диктатура пролетариата, он почему-то это время тратил, хотя мы все знаем тяжелое время. Да, время было тяжелым, управлял государством, управлял партией, и тем не менее, вот шла война, нужно было организовывать государство, тем не менее, находил время писать, писать научные статьи, научные. Посмотришь на в целом, что происходит в отечественном интернете, немножко там иногда слежу, что происходит в иностранных, так сказать, сообществах, близких коммунистическим идеям. И я знаю всего лишь одну партию, которая, в принципе, иногда упоминает и рассказывает, что такое советская власть, и всего одного блогера, который более менее рассказывает, объясняет, что это такое. Вот почему Владимир Ильич, несмотря на войну, находил себе силы и время это разъяснять, а спустя сто лет ответ остается массовым, широким, неизвестим, и блогеры этим не занимаются, и партии этим не занимаются. Ну, к сожалению, оппортунизм проник очень глубоко, и он не просто сам по себе проник, а буржуазия поняла, что вот это оппортунизм, который вроде бы как похож на марксизм, похож на коммунистические взгляды. Они активно его подпитывают, активно им пользуются и забивают трудящимся массам, как говорится, затуманивают мозги. Вот в этом вся беда.